Итак, привет участники любовных треугольников и все, кто боятся туда попасть. Первых, поздравим вас с тем, что все в треугольниках, всегда. Так вот, как бы, реальность устроена. То есть первые базовые три рождения, которые в астрологии изучают. Я, он, ребенок. То есть семья — это треугольник. Родовая система, она треугольниками вся выстроена. А брак — это частный случай родовой системы. Важный, да, как бы, ячейка такая, но маленький такой частный случай. Поэтому в треугольниках все всегда. И поэтому они так легко и заразы часто образуются. Потому что это не какое-то точечное ужасное извращение, потому что у него там что-то зачесалось, или она какая-то первая проститутка на деревне. Так реальность устроена. Начнем с определения. Значит, любовный треугольник — это явление нарушения границ пары, когда туда кто-то залазит и портит атмосферу. Кто туда может залазить? Ну, а обычно, я так подозреваю, 80-10 случаев, кто смотрит, это какая-то носительница вторичных женских половых признаков, где вы заключили союз своим избранником. Он бритой крашеной тетке в ЗАГСе обещал. Нет, под другую юбку лазать не буду. Только вот в бедности, в богатстве и в здравии, и в болезни только с ней буду. Ну, что-то потом переклинивает, проходит пару лет, потому что, тем более, не дай бог, он в декрете, и пипирка плохо работает, он лезет под эту самую юбку, образуя треугольник. Как правило, он лезет туда втихаря. Но если говорить о мужичонках, невысокого уровня развития. Если идем в сторону некого прогресса цивилизации или в сторону достаточно наглых социопатических натур, они могут в лобешниках сказать, имея в виду, что у меня вот так, и поставить перед фактом. Такие люди тоже пробегут к астрологу, будут искать помощь. Как так он меня перед фактом, значит, ставит. Тоже невероятное безобразие. Помимо ссылки, которую можете найти у нас на канале, ну, ассоциация с роликом, что такое в целом, как бы личная жизнь, и про мем брака по любви. Помимо этого, что можем еще добавить? В чем суть треугольников? Идем по порядку. Если у вас проблемы с эмоциональной сферой, вы недовыражаете свои чувства не в контакте с своими чувствами, чувства загашены рациональными факторами, чувства непонятные, они не из тела, они устроены в форме каких-то двойных посланий, когда вы говорите ему «я тебя люблю», а тело все как дерево, как полено какое-то. Или наоборот, говорите «нет, сегодня ничего не будет», а у вас там штанам уже струи текут, готовности. Ну, как говорится, двойные послания. Надо с этим тоже работать. Пара — это всегда зеркало. То есть если вы пару-тройку недель вместе, вы два спага пары, вы одинаковые. Всегда. И идея, что вот, значит, он козел пошел, значит, вы тоже коза пошла. Всегда, пока ни Фрейд, ни тысяча исследователей, ни ваш покорный слуга не видела примеров. Что вот он изменил, а она нет. Как увижу, книжку, наверное, напишу про астрологию мистера замужем. Если образуется треугольник, он на самом деле четырехугольник. Всегда. По-другому у него симметрия тотальная. Следовательно, при эмоциональной зрелости партнер доберет эту эмоцию откуда-то еще. В самом стандартном варианте бабушка-учительница, там, или крестьянка-колхозница, швея-мотористка, мама с задавленным в дупель просто эмоциональным аппаратом и внучка, которой бог терпел и нам велел, надо много учиться, много работать, главное вот там. Не смотри на мальчиков и учись на пятерку. Случается реверанс в районе, там, 20 плюс лет, когда и надо каким-то макаром срочно начать смотреть на мальчиков и за одну минуту метнуться щучкой и вот как-то вот, чтобы там и любовь была, и социальный институт и так далее. Ну, заканчивается все, понимаете, чем. И при эмоциональной незрелости, даже если он с помощью половых гормонов, опять же, это не он выбрал, пошел там тестостерон в кровь, он пару-тройку раз что-то проделал, потом, допустим, некоторыми путями или вы додавили, или у него ответственность сработала, он пошел в ЗАГС и образовал моногамную гетеросексуальную нуклеарную семью на раду социолога. Но потом же все равно эта эмоциональная незрелость будет аукаться. И он все равно почувствует что-то не то. Ну, что он скажет? Она не вдохновляет, она залипла в ребенке, она холодная, она злая. Ну, смотря, что там в карте написано и как-то проистекает уже наружу. Следовательно, у него вариант или сказать не обессудь, я не туда засунул, извиняюсь. Давай разводиться. Бывает, бывает. А чаще всего все-таки, опять же, при невысоком уровне развития ему гораздо легче иметь нагретый дом-кров. У него там три в одном и повариха, и швея, и мать-воспитательница, и скортница, кулинарка, кухарка, ну и так далее. Очень полезный персонаж, и все бесплатно обратить внимание, на халяву. Так надо было держать целую свиту просто прислуги домашнего персонала. Здесь она за самообещание, за корочку, за отметку, за штемпель в паспорте, чтобы Кузьминичная и Ильиничная не смотрели на нее у подъезда презрительно, и не говорили, ага, синий чулок идет. Вот ради этого она готова за пятерых работать, и все это на халяву. Еще деньги домой носить, половину потечки оплачивать. Конечно, там есть офис, есть какие-то там интернеты, и при некотором избытке, к сожалению, женского мяса, не в Китае, но на европейской территории, ну просто должен быть персонаж стоического монашеского склада, чтобы не протянуть руку под эту юбку, которую даже поднимать не надо, она и так оттопыривается, и орет, бери немедленно. Ну вот поэтому случается как бы треугольник. Что делать? Закрывать вопросы эмоциональной зрелости. Есть женские тренинги, астрологии, и много чего по этому поводу, в том числе у нас в лаборатории жизни и в Арканами. Пункт два, связанный с личностным неким моментом, с умением, возможностью быть собой, жить своей жизнью, быть ценной. Быть ценной — это не значит мисс фитнес-бикини, или дочка олигарха, или кто-то еще, главная сотрудница, топ-менеджер. Нет, это вот жизнь такая внутри, блеск в глазах, ощущение игры, ощущение радости, новизны, ну и так далее. Если таковое есть, вас бросить невозможно. То есть на худой конец, например, второе рождение, солнышко светит, но эмоции деревянные. Но он придет и пояснит, как бы тебя там ценю больше всех на свете, но жить с тобой невозможно. То есть уже не треугольник, это какая-то трезвая договоренность появится. Победа, можно сказать. Ну и наоборот, при отсутствии вот этой самоценности вас выбирают как пухарку, прихватку, как какой-то ходячий атрибут из секс-шопа, бесплатный, который готов что угодно делать на халяву. Ну и потом все-таки это приедается механически. Половой гормон, ну год, ну два, ну максимум. После этого все сходит. Полового гормона больше нет. Остается физическое тело с набором социальных атрибутов. Без божьего света, без ауры вокруг. Естественно, он и она тоже. Здесь пол даже не настолько важен. Просто она чаще всего к астрологу побежит. Но он скажет, что что-то вот надоело. Так может пояснить. Но это все будет про нулевую самооценку. Ну и, наконец, треугольник один из наитипичнейших поводов и причин. Непрожитое третье рождение, где в голове отсутствует кнопка «Долго-ответственность». И, естественно, когда у вас в поле вашей энергетики отсутствует навык делать что-то надолго. То есть вы тыркаете соцсети, у вас сплошные путешествия, гулянки, развлекухи. Ну как вы будете жить в этом моногамном, гетеросексуальном, нуклеарном гетто? Если вам все скучно и интересно, и надо туда-сюда. То он такой же будет. И еще разок, при избытке женского мяса, когда эти юбки так снимаются и лезут ему на голову, он будет как бы играть в гинеколога-фрилансера в этом плане. Ну и можно развестись, можно не развестись. Можно сказать, давай там в вторничках этих публично сниматься, денег заработаем еще. Пожалуйста. Здесь каждый выбирает свой вариант и свой путь. Но при дефиците зрелости энергетической, особенно с годами, 30+, 40+, вообще must have, треугольник образуется 100 из 100. Если это все-таки невысокоранговый самец, и желающих оголить свои зады и снять юбки, там мало перед ним, он все равно образует треугольник. Разные есть любовницы. Но раньше это были любовницы-телевизоры, любовницы-удочки в гараже. Да и до сих пор свою актуально сохраняет любовница-бутылка. То есть по Фрейду это сись архетипическая. Самец осуществляет давно забытый малышковый, сосательный, верхний, хватательный рефлекс. Один из самых первых. Нужен, чтобы с голоду не сдохнуть. Поэтому он берет эту давно забытую сисью-тересосу и сосет ее. Тоже любовница техничная. Вот не хватает ему эмоций, он ее оттуда как бы добирает. Этот окситоцин божий нектар. С помощью раствора фетанола. Снаружи вроде как, уже приводили пример, она не уходит клей на теплотрассе, это она асоциальный элемент. Она пишет письмо Василию, вернись, это она семью строит. Здесь то же самое. Почему он пошел соседку отторобанил, это он козел, семью разрушает. А если он сосет сосу в гараже, это он значит, ну немножко там отдыхает. Механически абсолютно один в один. Ничем не отличается. Один к одному это ситуация. Любовницы и треугольники могут быть еще любопытны. Есть такая любовница-мама, причем с двух сторон, которая лазит в семью, в молодую, в зрелую, неважно. И куча-куча всяких механизмов, психоаналитических в части, триангуляции, дип-электро, когда на роль любимого объекта запихивается мама и сын, папа и дочка. И там тоже всякие педофилические аллюзии концерта происходят в бессознательных дебрях. Ну и обычно, допустим, отец в семье, дочь пятиклассница, он ее ремнем по заднице порет. Никто же это не называет там педофилией, например. И треугольником. А до психи это самый настоящий треугольник, потому что мама пашет до потери пульса, возвращается в 9 вечера, а вот тут она бегает, хулиганит. Можно и пум! Такую анальную фиксацию ремнем и отец получает в голове свою такую галочку, некое удовлетворение. Это статья по большому счету. Кстати, ювенальная юстиция в некоторых просвещенных странах наказывает, чуть ли не детей отбирает за это хозяйство. В каком-то смысле, ну, по Фрейду, наверное, это зря делает, потому что зачем? У нее так либидо формируется. Даже у этой пятиклассницы. Поэтому имеем в виду, что треугольники, они длинные, большие, широкие, глубокие. И когда в голове как бы все по полочкам, порядок в жизни, порядок в жизни, уме, порядок в сердце, треугольники один фиг будут образовываться, но они экологичные. То есть вы вместе в дело триангулируетесь, вы вместе в знании, вы вместе в религии, вы вместе в чадо, в благотворительный фонд, еще куда-то. Ну и даже если есть, допустим, его мама и вы вместе о ней и заботитесь, замечательно, лишь бы это через осознанность и здравый смысл. Собственно, этого здравого смысла всем остается пожелать. Напоминаю, что все дико индивидуально, надо смотреть обязательно карту. Если хотите, чтобы посмотрели астрологи лаборатории жизни, ссылка под видео.